Всем привет! Посмотрите на эту кошку, которая на фоне моря отдыхает. За окном идут волны, это существо развалилось на раскладушке. А утром она очень хотела достать птичек на балконе, поэтому ходила мявково и не давала нам спать. Также с ней рядом, наблюдаю, спит поросенок, очень бережно укрытый. А лисенок придумал новую башню из ножек для столика. Алис, ты как что-то придумаешь? Сегодня утром она играла двумя огурцами. Один был внучка, а второй бабушка. Потому что один был маленький, а второй большой. Теперь она придумала башню из ножек для стола. Все получилось. Все получилось. Ты сегодня искала одну ножку от столика, три есть, четвертая нет. Пока не увидел, что одна ножка выше остальных, не верю, что одна в другую вставлена. А если будешь лезть на башню? Будешь лезть на башню? Не, но вот лезть лучше не надо. Потому что она шатается и может поломаться. В общем, Алиске есть чем заняться. Всегда выдумает. А я хочу вам рассказать, что придумали Костя и Сережа. Костя давным-давно мечтал сюда на море мотоцикл свой забрать. Ну, вроде как мы с ним поговорили, что ладно уже или море, или мотоцикл. И приехали сюда без него. Теперь, значит, Сережа предложил Косте, а давай я пригоню тебе мотоцикл, когда мы будем ехать на море. Костя, конечно, обрадовался, но 6 часов дороги за Сережу страшно. Что мне, что Косте. Костя даже из-за того, что страшно за Сережу, был готов пожертвовать мотоциклом. То есть, ладно, переживу. Но Сережа такой же к этим мотоциклам, как и Костя, понимаете. Ой, только дай прокатиться. А тут еще и 6 часов по трассе. В общем, Лариса говорит, глаза у Сережи сверкают. Он уже загорелся. И, в общем, я не знаю, как так получилось, что они с Костей решили, а давай в эти выходные. Я говорю, вы что, готовы ехать чисто ради того, чтобы пригнать Косте моток сюда? Да, Сережа очень хочет прокатиться. И это, конечно, приятно, что друзья так прямо готовы приехать, чтобы привезти мотоцикл. Но Костя тоже захотел отблагодарить. Он говорит, Лена, давай поговорим с Аленой, может тут хоть что-то снять, чтобы они хоть выходные провели на море. И мы им сняли на 2 дня домик. Здесь освободился вот буквально на 2 дня. Но в первый день, когда они приедут, в субботу, этот домик еще занят. Он освобождается с воскресенья. И на понедельник они еще задержатся. И тогда Алена нам предложила, что можно в субботу квартиру. Где-то здесь недалеко есть квартира. Ну, относительно недалеко, минут 16 на машине. Она мне скинула фотографии. Квартира очень даже такая хорошенькая, приличная. И она тоже на первой линии возле моря. То есть можно перейти дорогу и к морю сходить покупаться. И Лариса сказала, отлично, мы приедем с дороги там отдохнем, сходим, покупаемся. И на следующий день уже с мотоциклом приедем на 2 дня сюда к вам. Так что в эти выходные нас ждут приключения. Честно, я буду переживать за Сергея. Вот очень сильно. Мне прям... Я знаю, что все будет хорошо. Потому что он пообещал ехать к Ларисе за ней. Лариса будет на машине, Сережа за ней. Плюс, кстати говоря, возможно, Лариса еще батона с собой привезет. Костя очень хочет его уже увидеть тоже. Не меньше, чем мотоцикл. А мы с Костей решили сделать заказ в эпицентре Одесском. Правда, нам еще первый заказ не пришел. Но мы решили, что нам все-таки необходим ковер. Ковер для Игор с Алиской на полу. Даже если его потом придется оставить здесь, и мы не сможем увезти, то 2 месяца без ковра очень сильно неудобно. Поэтому мы начали смотреть ковры в детскую комнату. И решили выбрать такой довольно большой ковер. То есть не такие вот, что малюсенькие. А искали что-то побольше. И в итоге нашли вот такой летний красивый ковер. Два на три. И решили попробовать его заказать. Кроме этого мы стали искать бра, потому что невозможно темно на третьем этаже вечером. Боимся, что испортит Алиса глаза себе. Хотели мы вот такую на три лампочки, но их уже нет в наличии. Поэтому мы заказали на две. И повесить мы хотим. Вот тут над окном. Видите, там есть розетка. Посмотрите, как красиво сегодня сверкает море под солнцем. Наконец-то вышло солнышко. Очень красиво сверкает. О, Настя с Котей тоже вот так хотели заниматься, как девушка рядом. Именно на воздухе. А я, Настя, пил. Почти Настя, выплетет тебя даже. Махинтазик у нас, кстати, переехал на второй этаж. Потому что она так громко скребется ночью и спать не дает. Поэтому поставили в коридорию снизу. Идем к Насте. Ага, Настя тут уже и нету. Настя или нету? Пусенька. Лапуленька. Гуляет себе лапуся на балкончике. Что, и внизу Настя нету? Ну, я туда пришла. Она стоит купать. Некрасиво-то. Алис. Ой, умница. Так красивее. Ну, не надо вот так делать. Ты как бабка-ешка. Да, вот так нормально. Алиска. Ну, или в туалете сидишь. Или убежала купаться. Но пока у моря не видно. По-моему, Алиса хочет разбудить Катю. Ну, Катя не сдается. Кто кого. О, Настя, ты где? А, ты на балконе. А то мы тебя завели в комнату. Тебя нет. Ну, чтоб ты заплела. Ну, вниз тогда вкушишься, но внизу. Алиска. Надо расчесаться еще. О, белая расческа. А у нас тут есть бассейн новый. Сейчас Костя его распакует. Бассейн. Смотри, какой с горкой. Какой бассейн. Какой бассейн. Ты ползаешь возле него. Какой бассейн. Поставим его? Надуем? А мы не надуем. Надуем. Не. Папа умеет. Сейчас папка откроет. Смотри, смачки. Ой, там еще и мячики. Вот это да. Наш пять штук. Жонгрировать будет. Так они же легенькие. Катя, я поймаю. Гадачарик. Кто там бежит? Мама, берем мячик. Шарик. Мама, берем шарик. Взяла. Переходной какой-то для насоса. Сейчас Настя Алисеньку заплетет. Я не умею так заплетать, как Настюша умеет. Поэтому мы просим ее. У меня две девочки выросли, я так и не научилась. Не знаю. У меня руки не стоят к этому. Ну, я делала хвостики в основном. А у тебя тренировочной головы не было? Ну, да. Ну, да. Настя натренировалась. Ого, какой он большой. По-моему, должен по ширине поместиться. Поместиться. А по длине мы не будем на него выходить и натыкаться? Нет. Ты занес на маму? Просто надо оттуда все убирать. Алисечка, смотри на маму. Ой, какое страшное летет. Детям маленьким очень сложно вот так высидеть. Алисечка, подожди чуть-чуть, зайчик. Не крути, не крути головкой. Посмотри на маму. Давай я тебе расскажу сказку. Маха. Наш котопес. Маха, ты котопес? Ты что рычишь на Костю? Все свои, все нормально. Фу, как некрасиво. Ты морщишься? Нужно. Папа. Подожди. Папа сейчас надует бассейн. Большой, большой. Ты будешь в нем играться. А тот вы сдули? Да не, ему советую не сдувать, потому что тот глубокий, а этот не глубокий. Два бассейна по-царски живете, Алиса Константинова. Охи морщится. Охи бабу-ягу из себя делает ужас. Костя, а что с этим фламинго? Что он не дадутый? Шею, шею. Так и не накачивали? Ой, какая у нас уже страшная вода в бассейне. Эти дни Алиска же не купалась, потому что было холодно. Надо уже ее выливать опять. Аж туда идти, вниз по ступенькам. И много-много раз к морю. Сейчас Костя будет вычерпывать ведром бассейн и выливать воду. А я здесь все-все вокруг убрала. Сложила игрушки вот сюда. В общем, игрушки пока лежат на этом бортике. А я сейчас думаю, чем заметать вот эту искусственную траву. На ней очень много мусора всякого нападало за эту плохую погоду. Но обычный веник ее берет плохо. Я даже не знаю. В смысле, не обычный веник, а тот, что у нас есть. Обычный, наверное, бы хорошо брал. Но обычного у нас нет. Алиса с Настей тем временем гуляют. Знаешь, Настя, пусть ее папа тягает на ручках, раз приучила. А вам с Катей не стоит тягать. Слышишь? Говори, папа возьмет и все. Я так говорю, и она знает, что ко мне на руки она не пойдет. Да, папа набегается сейчас. Может, надо два ведра сразу? Нет у нас еще? Такого большого нет, маленького. Это же ты представь, сколько раз. Ты два раза зачерпнул и даже незаметно. Похудеешь. Похудеешь, устанешь. И потом за день уже ничего другого не сделаешь. Не, Алиса, игрушки пока не кидай, подожди. Алисенька, ты видишь вода грязная? И дешево, много вода нет. Да, не надо в эту воду. Сейчас мы с папой все поменяем. Алиса, я тебе это привязываю, то я не знаю, товарищ. Не, так я знаю товары. Мне эпицентр позвонил по поводу заказа. Обещают за два дня доставить. Алиска, не надо. Нет, я выливаю папе в тазик, а ты выливаешь в толсту. Что, Алиса тоже хочет помогать, да? Алисе, я хочу помогать. Тоже помогать. Насте и папе. Настя. Настя, смотри, чтобы не уронила. Не, 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 доченька, будет тяжело. Алисочка, ну тяжелое будет. Не надо, Алиса, не тяни. Тяжелое, не тяни. Вон свои бедрышки имя набирает. Давай. Ты куда? Парня не хватает. Сына. Настя, может ты не будешь тягать эти воды? Алиса, килограмм 14 уже, если не 15. Ой, помощница какая. Помощница. Слушай, ну туда же не надо воду выливать. А, хотя здесь фонтанчик, она на куст. А, чуть-чуть выливала, но у меня же немного было. Поняла, что много зачерпывать ей тяжело. Зачерпывает, сколько не тяжело. Вот помощница какая. У нас еще. Еще помощница, Костя. О, без Алисы не справились. Супер, молодец. А, это знаешь, что новый поставит. Побыстрее хочет. Да нет, просто помочь хочет. Поняла же, что надо набирать чуть-чуточку, да? Охи, помощница наша. Молодец. Вот такие у нас дочки. Помощница. А Катюша еще не проснулась, а то бы тоже помогала. Помощь. Не все долила, да, Настя? Да, я специально Вот полбассейна уже и вытерпали Совместными усилиями Он такой мерзко-скользкий Все, совместными усилиями Осушили и вымыли бассейн Сейчас чуть-чуть осталось песка Еще из него убрать И будем ставить новый Это уже пресная вода, уже не морская Мне кажется, он там все равно будет оставаться Это надо, когда он высохнет Просто вытрусить этот песок Ну да, наверное Давай туда Итак, я подмела, насколько это было возможно Этим веником И Костя тянет новый бассейн О, так он не такой уж и огромный Как мы думали Сюда помещается А, лестница отдельно, да? Только вот, видишь, там, наверное, колючки Вот сзади Внизу Внизу Не лопнет она в них? Ну, это же пластмасса Ну, пластмасса, она же колючая Ну что, надуваем Что, быстро надувается Прямо на глазах Как тесто дрожжевое поднимается Как тесто дрожжевое поднимается Вот, ты встала, а там нет, смотри Да А что ж так А можешь подойти, поправить Может, там горки По-моему, оно отдельно надувается Отдельно Пальмочка А что это такое? Что там? А, оно, наверное, тоже отдельно надувается Кактус какой-то По-моему, это, ты думаешь, кактус? Мне кажется, динозавр какой-то Знаете, бортик мы надули Но как-то он так Не сильно надулся И, честно говоря, страшно, что где-то пропускает Но это мы увидим Сейчас постоит Если еще спустит А теперь отдельно надо надуть горочку Все-таки хорошо, что мы такой насосик приобрели Вообще, прям-прямо перед выездом Я его заказала На пром.юэй Нашла Просто набрала электронасос И нашла Такие-какие-то тучи огромные идут Хоть бы опять солнце не закрыли Бо, почему же, надоело Что постоянно Такая-какая-то погода Депрессию вызывает Хочется уже солнечка Такое мультяшное дерево Как из пластилина Такие это динозавр было Никакое не дерево Классный птеродактиль Прямо парк юрского периода Ну да Такие заказала Парк юрского периода Ты сейчас увидишь Тут еще огромный динозавр надуется Так, дерево номер два Наверное, такое же, как то, да? Дерево оживает По-моему, Косте нравится Надувать этот бассейн Он какое-то эстетическое удовольствие получает Знаете, как скульптуру лепить своими руками Ощущение, что ты его создаешь Да, вот такие маленькие фигурки Сложно надуть насосом, проще ртом Смотри, что там Папа сделал Папа сделал Бассейн И дай Вот так Еще водички нальем Алисочка, смотри Сейчас папа надует большого динозавра Алиска уже все свои дружки поскидывала Еще воды нет Она уже поскидывала Я не понимаю, что это такое получается Тут должен быть динозавр А это какая-то закорючка Так, а теперь мы надуваем огромного синего динозавра Который дугой такой станет здесь над бассейном И будет поливать как из душа Алиске там уже нравится Она еще без всякой воды уже там играется Классный бассейн Не-не, Алиса, кепку не снимай Уже очень жарко Мы сейчас пойдем купаться на море Алиску с собой возьмем Она на матрасике поплавает На горку легла Огромный динозавр надувной Видите, вот такой арочкой он будет И из него еще должен поливать душ Там по центру сделана такая штучка Как душ, похоже Класс Очень красиво смотрится Кто-то же разрабатывал этот весь дизайн Молодец Это большая кепка На тебе нормальную кепочку, давай Давай, мама, тебе хорошую наденет Стоит Последний динозавр остался и кружки динозавра Да, и еще душ подключить как-то Надо сообразить как Что-то он должен быть повыше Может, он не додулся Куда повыше? Ну, дуга как-то повыше должна быть Алиска, видишь, прям в нее Там же душ будет течь Лисюня уже по всем углам его лазит Изучает Матрасик полежать, да, Алис? Алиси полежает Сейчас папа еще одного динозаврика надует, доченька Она не испугается? Ты сейчас жужжать начнешь надухом Ой, довольная А еще воды наберем, Алис, представь А, это она убежала подальше Последний динозавр Ой, какой динозавр Красивый, да, Алисочка? Видишь, у него кружок Знаешь, зачем? Ты туда будешь мячики кидать В этот кружок Надо попадать Надо твоими шариками Попасть в этот круг Бабушка в окошке Уже ждет идти на пляж Обниматься с ним нужно? Обнимайся Возьмем Бери Возьмем И, возможно, и на пляж Бери мячики И кидай ему в колечко Попадешь? Не, ну так легко попасть Надо издалека кидать Вот так, да Как ты показала, так она и кидается Ну я же не могу залезть туда Почему? Что ему будет? Она на полу стоит Думаешь? Конечно Красота Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!